Дорогие друзья! Возвездие таких вот очень талантливых ребят, замечательных ребят в разных номинациях, и поп-вокал, и эстрадный коллективы, и пианисты, и виолончелисты, и струнные инструменты, просто невероятные. Даже я немного растерялся и потерялся в цифрах и начал ставить вместо 10 11 баллов некоторым. Сегодня у нас будет такой видео-обзор с фрагментами аудио, и я буду стараться даже ставить какие-то фрагментики аудио, чтобы вы послушали это произведение искусства. Начнем с первой участницы. Адель Назарчук, молодая девочка, номинация поп-вокал с 11 до 14 лет. Мне понравилось то, что это почти акапельно, камерно, ну и голосок у нее достаточно приятный. Адель, развивайся! Развивайся, и у тебя все будет хорошо. Пожелаю модель удачи, и переходим к следующему конкурсанту. Следующий, у кого я отметил, это Ангелина Балашова. Ангелина Балашова. Вот такая вот песенка под укулеле, но тем не менее, мне понравилась. Ну, играет самостоятельно на инструменте, очень популярном сейчас, это укулеле, да, и помимо этого еще и поет, и поет очень неплохо. Удачи, развивайся, возможно, и победы в этом конкурсе, конечно же. Такой проект Дельфа, поп-вокал в этом сезончике, тоже высший балл от меня заслуживает, и слушаем Дельфа. Достаточно профессионально, хорошая современная аранжировка, это зрелые вокалисты у нас от 31 до 50 лет. Ну, браво, дерзайте, дерзайте, дерзайте. Григорьева Ева тоже высший балл получает от меня, вот слушаем фрагментик его выступления. Знаменитая песня. У нее очень интересное такое интонирование, вот, голос отличается тембром, таким интересным, привлекающим тембром. Вот, ей высший балл и достался от меня. Слушаем дальше. Акапелла у нас в исполнении Амина Шаутубай. Акапелла у нас в исполнении Амина Шаутубай. Из оперы Бородина, князь Игорь. На самом деле, очень тяжелая партия, но она исполнила ее достойно, попадая в нотки. И для девочки, которой от 11 до 14 лет, вы понимаете, что это совершенно неплохо. Итак, Татьяна Адриенко. Андриенко – это следующая вокалистка. И сингер Сондрайтер – это тот человек, который пишет сам песни, исполняет их. Тоже заслуживает высший балл. Сейчас слушаем. Вот такой осенний блюз посреди лета. Неплохо. Мне понравилась сама мелодия, поскольку это Сондрайтер, человек, который пишет сам и исполняет. Заслужил от меня высший балл. Так, следующие конкурсанты. Ну, здесь идет вообще бомбезные пианисты. И я вообще преклоняюсь перед людьми. И, ребята, вот что я хочу сказать. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы занимаетесь музыкой. Я нижайше хочу поклониться перед теми людьми, которые занимаются музыкой, увлекаются музыкой. Особенно перед теми, которые занимаются этим профессионально. Которые отдают музыке все свое свободное время. Вы делаете невероятные усилия. И на вас держится добро и любовь в этом мире. Спасибо вам огромное. Вы знаете, каждый сезон вдохновляет меня и наполняет меня определенными вибрациями, энергиями, которые исходят от вас. И вот этот сезон, он невероятен своим излучением. Он собрал действительно талантливых музыкантов. И я преклоняюсь перед каждым из вас. Ребята, продолжайте. Занимайтесь, трудитесь, работайте. Участвуйте в конкурсах, побеждайте. Будьте услышанными и будьте востребованными. Вот сейчас мы приступаем к пианистам. Послушайте, как этот мальчик Давид Жураковский. 10 лет этому хлопцу. От 8 до 10 лет. Не знаю точно, но он еще достаточно юный исполнитель. Но как он играет на пианино. К сожалению, у нас нет возможности видео вам показать. Но если бы вы видели, насколько он вдохновенно перебирает клавиши, насколько он погружен в свою игру, но я не постеснялся дать ему высший балл. Давид, удачи тебе. Переходим к следующему конкурсанту. И Арташе Смасикян. Ну, шикарный пианист просто, я считаю. Тоже молодой, от 8 до 10 лет. Но послушайте, что он вытворяет, если бы видели его постановку рук, если бы видели, насколько он движется профессионально, как пианист и играет. Он невероятно техничен. Ну, это высший пилотаж. Мне очень понравилось. Дальше. Парвиз Бахиров. Это тоже невероятный хлопец. Подросток до 14 лет, но который уже достиг определенного мастерства в игре. И тут просто бесспорно. Бесспорно вышибал. Ну, это надо просто слышать и видеть. Запоминайте эти имена. Возможно, мы сейчас говорим о звездах первой мировой величины, которые получатся из этих ребят. Дальше. Олимпия Негура. Это скрипачка из Кишинева. Потрясающая девушка, которая исполняет на скрипке виртуозные вещи. Я хотел бы ее отметить, поскольку она передает своей игре колоссальную энергию. Вот послушайте, как звучит ее скрипка. Олимпия Негура. Если я правильно это все читаю, находите этих музыкантов, слушайте. Дальше. Я хотел бы отметить шикарную виолончелистку, которая поразила меня до глубины души. Это Полина Шеменикина. Полина Шеменикина. Семеникина. Зрелый музыкант, мастер своего дела. Она срослась с виолончелью, мне кажется. И мне кажется, что от виолончели идут такие проводочки в самое ее сердце и в самую ее душу. И то, что она исполняет на виолончели, оно очень глубоко трогает. Послушайте. Звучит музыка. Ребята, это невероятно. Это невозможно передать. Вот это вот состояние, когда ты слушаешь подобное исполнение. Ты улетаешь просто в космос. Ей высшие баллы, победы, желаю всего самого-самого-самого наилучшего. Хотелось бы отметить выступление также Олимпии Негуры со своим мужем, Негурым Ионом. Ион Негура. Он шикарный флейтист. И вот их дуэт тоже заслуживает отдельной оценки. Давайте фрагментик послушаем. Я в течение нескольких дней оценивал этих ребят. Много работ в этом сезоне пришло. Ребят, я получил колоссальное удовольствие. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы меня погружаете в этот мир музыки, неги и этой энергии. Это просто нечто. Обожаю свою работу. Так, хотелось бы, конечно же, отметить и Оптимист Проджект. Это инструментальный коллектив абсолютных фермачей, которые играют такой джаз-фанк, такой обалденный. Просто послушайте фрагмент этой музыки и вам очень понравилось. Настоящие фермачи. Класс, ребята. Просто обалдеж. Очень круто. Помимо этого, у них очень классный клип. Профессионалы, ребята. Преклоняюсь перед вашим искусством. Это настоящее искусство. Спасибо вам огромное. Ну что ж, еще много-много-много тех, кого я просто... Ну, не хватает времени. У нас очень... Несколько часов нужно каждого из вас, кого стоит отметить, показывать. Вот. Это и композитор, и Станислав Квиченко. Очень классный композитор. Представил свою работу. Просто чудесную. Ну, и очень много талантливых ребят, которые получили высокий балл. Но сейчас вот Хадайя Вэльц. Давайте вот послушаем тоже напоследок ее выступление. Она тоже виолончелистка, которая из виолончели вынимает саму душу. Ну, я не знаю, как по-другому это сказать. Ребята, простите за качество видео. У нас нет времени просто сейчас обрабатывать и делать такие ролики. С вами был я, судья Golden Time Talent, музыкант Андрей Щапов. Еще раз благодарю вас за участие в этом конкурсе. Присылайте свои работы. Обращаюсь к новым участникам. Не стесняйтесь заявить о себе. Golden Time Talent это конкурс, который открывает таланты, который открывает новые горизонты. Я готов как саунд-продюсер поработать с каждым из вас и у вас этот конкурс Golden Time Talent дает возможность вам на определенные привилегированные условия при записи своих альбомов, своих треков и так далее, и так далее. Он знакомит вас с новыми продюсерами, которые, возможно, заинтересуются вами, которые вплоть до того, что вы подпишете контракт и будете продюсируемы известными композиторами, продюсерами и так далее, и так далее. То есть, не стесняйтесь заявлять о себе, открывать перед собой новые возможности и спасибо вам за то, что вы занимаетесь музыкой. Я вас всех очень люблю. Всем огромное спасибо. Участвуйте в нашем конкурсе. Присылайте свои работы. С вами был я, Андрей Щапов. Всем пока-пока.